Всем привет, дорогие друзья! С вами Гайене, и вы находитесь на моем канале, где мы вместе с вами изучаем французский язык. И сегодня у нас снова разбор интервью, и я услышала вас, я прочитала ваши комментарии. И сегодня, как вы видите, мы разбираем героя, о котором вы написали и полайкали комментарий. Достаточно неплохо нашим героем является певец Стромаэ. Если вдруг вы не знали, Стромаэ – это бельгийский певец. Основные его хиты – это самый первый «Алло Рон Данс», «Папа Уте», потом уже были, ну и другие многие песни. Его родной французский, и зовут его, в принципе, Поль, но псевдоним Стромаэ он себе взял в виде сленга-арго французского «маэстро». Это такой вид сленга «верлан». Кстати, на тему «верлан» есть отдельное видео на канале. То есть этот сленг строится так, что вы переставляете слоги в слове, то есть «маэстро» стала Стромаэ. Вот такой у него псевдоним. Уверена, что большинство из вас знает этого певца, и наверняка вы уже заметили, что он в какой-то момент исчез из радаров, скажем так, выпускал хиты, повсюду ездил с концертами, и бац, вдруг куда-то исчез. То есть на самом деле Стромаэ пережил такой конкретный бёрн-аут, депрессию, и вот в конечном счете вроде как из неё выбрался, дай бог, пожелаем ему удачи. И вот в интервью, которое я выбрала, это интервью, знаете, в такси. Есть определённая передача, уже не раз попадала, называется, видимо, «Эптакси». Не знаю, как оно произносится, кстати. Вот. И как бы ведущий, он ведёт машину, это такси, и задаёт вопросы своим гостям. У него знаменитые гости, в данном случае ведущий общался со Стромаэ, и я выбрала как раз-таки отрывок, где Стромаэ говорит о своём состоянии, именно во время бёрн-аута. И мы с вами прослушаем полностью этот отрывок, надеюсь, YouTube его не заблокирует, вот, и потом будем поэтапно разбирать. Скажу сразу же, поскольку диалог тут достаточно такой расслабленный, они говорят в таком дружеской такой тональности, говорит Стромаэ будет больше на эмоциях, так что в какие-то моменты он будет запинаться, в какие-то моменты он будет задумываться над своими фразами, потому что будет говорить о своих внутренних переживаниях. Поэтому, может быть, будет не так просто и легко услышать какие-то его фразы, но и заранее перебью тех комментаторов, которые будут говорить, что он там тупой, не умеет разговаривать, или какой-то гопник. Он не гопник, он умеет разговаривать нормально, вы можете поискать его другие интервью, где он говорит более складно. Но, повторюсь, поскольку он здесь больше на эмоциях, подбирает очень конкретно слова, чтобы не ляпнуть чего-то, поэтому он вот иногда запинается, так что простим ему это заранее. Итак, поехали, просмотрим полностью весь отрывок. Вы ваше время, когда вы будете слепы, вы, Пол? Я не могу сказать, это нормально, но иногда, да. Поэтому я иногда хочу идти альтернативно, чтобы взять второе место, где-то альтернативно, где-то неизвестно. Но... Но это дурно, потому что... Есть привилеги, конечно, конечно. И есть привилеги, поэтому мы не будем плавать. Но если... Я не буду плавать, и это проблема. Потому что люди могут услышать их, и думать о чем-то, кто хочет это. Но в реалите, это не потому что мы хотим, что мы не можем плавать. Иногда это неважно. Немного неважно с моей семьей, или с моей семьей, без проблем, и без проблем. Это наш фрагмент, с которым мы будем работать. Итак, начнем с вопроса журналиста. ПОЛЬ 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 Такое, по идее, не надо говорить. Мы не можем такое говорить. Но... Немного. Иногда, да. Кстати, выражение «дефуа», оно такое более разговорное. Наверное, в более правильном французском, как говорит интернет, это слово «парфуа». Но, тем не менее, в разговорном языке мы говорим «дефуа» тоже. ПОЛЬ 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 иметь желание, то есть, ну, синоним глагола «хотеть», «вouloir», «avoir envie de faire quelque chose». «J'ai parfois envie», «я иногда имею желание», «d'aller ailleurs», «уехать в другое место». Слово «ailleurs» означает «другое место». Вот, типа, основное значение. Не путайте со словом «d'ailleurs». «D'ailleurs» — это вставное слово, которое может переводиться по-русски как «впрочем» или «кстати». Например, «je n'ai pas fait mon devoir aujourd'hui». «D'ailleurs, je ne le fais jamais». «Я не сделал сегодня свое задание». «Кстати, впрочем, сказать, я его никогда не делаю». Вот, а вот слово «ailleurs» означает «в другом месте». Например, «excusez-moi, je ne peux pas t'aider parce que je suis ailleurs». «Извини, не могу тебе помочь, потому что я сейчас не здесь». «Меня нет на месте, я в другом месте». «Донк, и с В принципе, он должен был сказать «une», но поскольку он еще думает, он ставит мужской рот. «De prendre un deuxième résidence, по идее, de prendre une deuxième résidence, quelque part ailleurs, où on ne me reconnaît pas. Взять где-то второе место жительства, где-то в другом месте, quelque part ailleurs, там, где меня не узнают. «Où on ne me reconnaît pas», где меня не узнают. «Donc, de prendre une deuxième résidence, quelque part ailleurs, où on ne me reconnaît pas. «Deuxième résidence, quelque part ailleurs, où on ne me reconnaît pas. Mais c'est dur de s'en plaindre, quoi, parce qu'il y a des privilèges aussi, évidemment. » « Mais c'est dur de s'en plaindre, quoi, parce qu'il y a des privilèges aussi, évidemment. » « Et les privilèges qui vont avec, donc on ne va pas s'en plaindre non plus. » «И privilèges, которые со всем этим идут, мы не будем на них жаловаться тоже, да, говорит он. Тут сразу же скажу, он будет много раз повторять слово « quoi». Слово « quoi», которое никак не переводится. Это как бы подтверждающее какое-то восклицание, которое подтверждает сказанную фразу. «Он повторяет это « quoi», потому что, мне кажется, учитывая контекст, да, он подбирает очень слова. И вот в данном случае « quoi», как-то оно устаканивает фразу и ее чуть смягчает. «Si, si, je me suis interdit de m'en plaindre, et c'est ça le problème. Parce que le public risque de l'entendre, il risque de se vexer, de dire, « Mais c'est quoi ce mec qui voulait absolument ça, puis qui l'a pas... » « Bref. » « Вот, тут очень длинная фраза, но тем не менее. Смотрите, сейчас ее возьмем по частям. «Enfin, mais si, si, je me suis interdit de m'en plaindre, et c'est ça le problème. В общем, нет, нет, все-таки я себе запретил на это жаловаться, и именно в этом проблема. Говорит «si», в данном случае она провергает сказанную до этого фразу. Он говорил, что привилегии, их нужно тоже ценить, да, а потом говорит «нет, нет, все-таки je me suis interdit de m'en plaindre, я сам себе запретил на такое жаловаться». «Et c'est ça le problème». И в этом как раз-таки вся проблема. Parce que le public risque de l'entendre et risque de se vexer et te dire. Потому что публика рискует это услышать и рискует обидеться и тебе сказать. Ну, правда, по-русски, мне кажется, лучше будет звучать, потому что есть риск того, что публика это услышит и обидится, говоря при этом. Обрывает он сам себя. То есть публика скажет, что это вообще за парень, который хотел вот это вот, то, что он получил, а потом, который короче, «бреф», говорит он. «Надеюсь, вы услышали. Бреф, короче. Но, в реальности, не по факту, в реальности, по факту. Это не из-за того, что нам что-то хочется, и опять выражение, «avoir envie de quelque chose», то есть иметь желание чего-то. Это не из-за того, что мы чего-то хотим, и после этого мы не имеем права на это жаловаться. Иногда это гиперзахватывающе, если дословно. Инваяр, это вообще захватить что-то. Но в данном случае, конечно, это будет не в значении, «вау, захватывает дыхание», да? Это действительно поглощает, да? Иногда это действительно тяжело. Иногда это очень невероятно. Иногда это очень невероятно. Нет способностей у меня с моей девушкой, или с моим родителем, с моим родителем. Нет возможности провести день с моим крестником, или с кем-то из моей семьи, с членом моей семьи, без того, чтобы кто-то нам помешал. Глагол «embêter» – это более разговорный глагол, но не прямо-таки сленговый. Вы видите в нем слово «bête», что означает «глупый», и «embêter» – это означает «задолбывать», грубо говоря. И в данном случае он употребляет «сан-зэ-тро-embêter», без того, чтобы быть задолбанным, если дословно, да? Donc, «y a pas moyen», «нет способа», «нет средства», чтобы провести «une après-midi», полдень, да, день, «avec mon friol», «с моим крестником», «ou avec un membre de ma famille», «сан-зэ-тро-embêter», «вот, чтобы не мешали», «задолбали», да, «сан-зэ-тро-embêter». «- Это было очень сложно найти паузу, чтобы нажать на паузу, так что уж извините, очень долго. То есть провести день без того, чтобы нам мешали и без того, чтобы отказывать, «любезно», «кстати», вот тут уже слово «дайор» в значении «кстати», да? «Кстати» сказать «и я всегда отказываю любезно», когда речь идет о ценных моментах личной жизни. То есть тут он как бы говорит в потоке у него, поток речи, да? «Можно провести полдень без того, чтобы нам не помешали», «без того, чтобы я любезно отказала». «Кстати, я всегда отказываю любезно», когда это моменты личной жизни, ценные моменты. И дальше продолжается его поток речи. «Он не может провести день без того, чтобы у него, человек какой-то, был бы человек, который принял бы это очень плохо, его отказ, то есть, да? И который бы сказал обязательно». И дальше как бы идет прямая речь вот этого человека, которому, например, на улице Стромай отказывает в фотографии или там фотографии, да? И тут он говорит «А, да, ну ладно, хорошо, если честно, да, я вот всем скажу, что ты выпендриваешься». И глагол «целапете» означает «выпендриваться». Вообще на тему глагола «пете» я когда-то делала отдельное видео. Правда, почему-то я туда не добавила это значение. Может быть, я как-то его и не знала. Или забыла, уже не помню. Но, в общем, чтобы сказать выпендриваться по-французски, это выражение «se la pétait». Причем, что такое «la», я не знаю. Но оно там всегда есть. Поэтому «tu te la pète» означает «ты выпендриваешься». Итак, еще раз, вот это прямая речь одного из его фанатов, неблагодарных, скажем так. «Ah, ouais, окей, bah, ouais, franchement, je vais dire à tout le monde que tu te la pètes, hein?» «Да, это не страшно!», да? Да, но это все равно влияет, аффекты это как бы влиять, задевать, то есть давать какой-то, оставлять свой след, да. Да, но все равно это как-то оставляет свой след. Да, но это все равно влияет, потому что у нас есть некая сторона политика, да, у нас есть маленький политик, можно сказать, потому что у нас есть сторона политика, политика, сейчас вы поймете, что он имеет в виду. Потому что у нас есть ат recomm injurная система политика, но если человек не ам Thanks to my Day. . Я личноüğю часть политика-отператора нет. Для меня это плохая политика-отператор дипломат inequ individual в том что у меня здесь есть маленькая политика-отператорная. Мне это неприятно, что-то идёт не так. То есть, когда меня кто-то не любит, то это нехорошо. И опять он говорит слово «куа». В общем, ему от этого неприятно. Давайте ещё раз прослушаем весь этот отрывок. Надеюсь, что тут вам уже станет легче воспринимать, особенно вот в середине, там, где у него такой сплошной поток сознания, вам будет легче схватить слова и выражения, которые он говорит очень быстро и даже загладывает в какие-то моменты. Итак, вопрос и ответ. Вы знаете, что-то, когда вы становитесь известным, вы, Пол? Мы не можем сказать это, но иногда, да. Это почему-то я иногда хочу идти везде, чтобы взять вторую квартиру, где-то неизвестно. Но это не так, но это дурно, потому что у него есть привилеги. Конечно, есть привилеги, поэтому мы не будем с ним планировать. Но если, если я не предупредил, то есть это проблема, потому что у людей может услышать, что он говорит, что это человек, который не хочет это, но в реальности, это не потому что он хочет, что он не хочет, что он не хочет. не может быть виноватым. Настоящее время, когда я не могу с моей семьей, или с моей семьей, не быть виноватым. И не нужно, что мы не решили, и я всегда решили, когда это время прибыли, и у людей, что вы не возьмете очень много, я говорю всем, что ты лапайся, но... Это не страшно, что... Потому что у нас есть политикой. У меня есть политикой-дипломат. Когда кто-то не любит, это не работает. Вот такой фрагмент. Смотрите, из лексики, тут можно выделить несколько выражений и слов. Во-первых, если вы вдруг забыли, «надоело», это… «надоело», «вы у вас есть мать», иногда бывает чувство, что вам уже надоело, вас достало то, что вы стали знаменитым. Следующее слово «ailleurs», напомню, «ailleurs» – это «в другом месте», «je suis ailleurs», «я в другом месте», а «d'ailleurs» – это «впрочем», что он тоже употребил, кстати, в своей речи, но уже чуть-чуть дальше. Выражение «avoir envie de faire quelque chose», «иметь желание что-то сделать» это синоним глагола «vouloir», «хотеть», «vouloir faire quelque chose». Также глагол «se vexer» – «обижаться», «se plaindre de quelque chose», «жаловаться на что-то», от чего, когда вы заменяете вот это вот «что-то», дополнение, вы скажете «il sans plan», заменяется на «en» местоимение, да, он на это жалуется, переведется фраза так. Также «se la peter», теперь вы знаете, это означает «выпендриваться», «tu te la pète», «ты выпендриваешься», «je me la pète», «я выпендриваюсь», ну типа «зазвездиться», да, тоже можно перевести в данном контексте. «Sama affect beaucoup», «affecter» – это задевать, влиять, оставлять свой след. Ну и глагол «embêter quelqu'un» – это доставать кого-то, задалбывать, да, и «être embêté» – это быть задолбанным, простите за мой сленг, oui. Например, вы можете сказать «tu m'embête», «j'en ai marre», «tu m'a embêté», «tu m'a embêté», «tu меня достал», «это меня бесит», «sa m'embête», «je ne peux pas sortir sans être embêté», «я не могу выйти без того, чтобы обязательно кто-то меня докучал», скажем так, чтобы не говорить «задолбать», это как-то слишком сленгово звучит по-русски. Вот, я думаю, это основная лексика, и напоследок скажу, все спонсоры канала вы сможете найти, как всегда, в нашем закрытом сообществе полный текст его речи, речи «Стромае», так что обязательно заглядывайте, если вдруг кто-то из вас, из зрителей, хочет поддержать мой канал и также получить доступ к каким-то определенным заданиям либо текстам, после каждого видео можете кликнуть на кнопку «спонсорство» и таким образом поддержать канал, и заодно получить дополнительный материал. На этом все, надеюсь, вам было интересно, оставляйте свои комментарии, если вдруг, как вы видите, тут не было субтитров, я прописывала текст сама, если вдруг я чего-то не услышала, то обязательно пишите об этом в комментариях, мы с вами как бы учимся вместе. Вот, и увидимся в следующем видео, конечно, ваши комментарии по поводу следующих героев тоже приветствуются, я обращаю внимание, особенно на то, сколько лайков набирает сообщение с предложенным героем, поэтому давайте активируйтесь. Вот. До новых встреч на моем канале. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.